Вот это мой друг, внук Андрей. Вот эта фотография была сделана, когда они должны были выйти из Китая. В данный момент вот он сидит там и звонит, и сделал эту фотографию. Мы сняли у него с телефона. Уже почти год Елена Вероновская видит своего внука только на фотографиях. Андрей Новичков, моряк по образованию и призванию, отработавший 15 лет в море, в прошлом году собирался в очередной рейс. Но трагедия в семье заставила мужчину подписать контракт с иранской фирмой на скорую руку. Мама тяжело заболела, скорая помощь ее забрала, у нее мгновенный инсульт, кровоизлопнула артерия сосуда головного мозга. Она была три дня в сознании, потом вошла в кому и на пятый день у нее произошел обширный инфаркт. И пять дней она была в реанимации и скончалась. 33-летний мужчина ушел в рейс в ноябре 16-го, а в январе на корабле произошла трагедия. За борт выпал один из членов экипажа. Почему-то ответственность за это возложили не на капитана иранца, а на его помощника украинца. Корабль сменил маршрут, вернулся в Иран и по прибытию Андрея арестовали по обвинению в умышленном убийстве. Он не звонит. Я уже наблюдала за всеми маршрутами самолетов с направления Ирана, не случилась ли какая-то беда. И 25-го в 9-20 утра мне позвонил Андрей и говорит, у меня несчастье, я арестован уже 14 дней. После этого Андрея поместили в камеру на 17 человек. Так он жил следующие 7 месяцев. Дважды моряк объявлял голодовку. Но ни это, ни помощь дорогого адвоката не принесли Андрею Новичкову свободу. После ареста внука 80-летняя женщина обила чиновничьи пороги. Была в МИДе, приемной президента и омбудсмена. Ей объяснили, дело политическое и должно решаться на самом высоком уровне. Тогда Елена Николаевна решила прийти на прием граждан и обратиться за помощью к народному депутату Украины Сергею Кивалову. Пообщавшись с парламентарием, у Елены Вероновской появилась надежда на освобождение внука. Сергей Васильевич, ознакомившись с документами, будучи сейчас в Одессе, решил пригласить меня на прием, чтобы я ему изложила. Он пообещал, что он со своей стороны. И я надеюсь, что его мастерство дипломата и юриста даст возможность закончить дело. И так как он говорил мне, что будем встречать вашего внука в аэропорту по возвращению. Я на это надеюсь. С целью спасения украинского моряка Сергей Кивалов лично встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Манфаредом. На встрече народный депутат передал официальное письмо иранским властям с просьбой о содействии скорейшего освобождения нашего соотечественника. Одно дело, когда родственники рассказывают, а другое дело, когда ты непосредственно читаешь все документы. И когда я посмотрел все документы, я пришел к выводу, что здесь допущено серьезное нарушение норм международного права. За все, что происходит на судне, персонально несет ответственность капитан судна. И в связи с этим, конечно, я подготовил депутатский запрос Министерства иностранных дел. У иранской стороны, организовавшей этот процесс, есть свой мотив держать в застенках нашего моряка. Еще год назад в Украине был задержан гражданин Ирана. Там, пытаясь добиться его освобождения, выдвинули требования обмена. Они хотят обменять Андрея Новичкова на иранца. Поэтому и тормозят следствие до тех пор, пока Украина не согласится. Сергей Кивалов обратился к генпрокурору с просьбой детально рассмотреть это скандальное дело. Также для налаживания взаимоотношений и диалога между странами Сергей Кивалов вступил в межпарламентскую группу дружбы Ирана и Украины. Министр иностранных дел должен был трубить во все трубы. Он должен был говорить со всеми. Он должен был заниматься непосредственно этой проблемой. Это проблема, когда незаконно удерживают нашего гражданина Украины в Иране. Это проблема номер один. Для меня, во всяком случае, это проблема номер один. И я приложу максимум усилий для того, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время. Народный депутат на протяжении многих лет серьезно занимается проблемой украинских моряков-подфлажников. Больше года назад на базе юрклиники была создана рабочая группа по оказанию бесплатной юридической помощи морякам, которая также взаимодействует со всеукраинским объединением крюинговых компаний. Ставятся вопросы непосредственно о подписании тех либо иных международных документов. В частности, недавно был поставлен вопрос о подписании протоколов о взаимном признании дипломов с рядом с Трампом. Потому что у нас последние пять лет не было подписано ни одного такого протокола. И МИД просто-напросто про этот момент забыл. Хотя это предусмотрено конвенцией и циркулярные письма международной морской организации. Я понимаю, что это самая хорошая помощь, потому что он очень разбирается во всех вопросах и который больше всех может оказать помощь нашим морякам, которые попадают в очень сложные условия. В основном проблемы у украинских моряков за рубежом возникают из-за того, что наша страна не ратифицировала Международную конвенцию о труде в морском судоходстве. Парламентарий ранее выступал с инициативой ратификации данной конвенции. Благодаря вмешательству Сергея Кивалова смогли вернуться домой украинские моряки, находившиеся под арестом в Гвинеи. Еще один похожий случай, когда трое украинских моряков были арестованы в Нигерии. Им грозило длительное тюремное заключение. Моряков также вернули на родину. В деле Женовичкова точка еще не поставлена. Мы следим за его судьбой.